Весной 44-го волна долгожданного освобождения прокатилась по многим городам Советского Союза. 4 апреля 3-й Украинский фронт под командованием Малиновского освобождает раздельную. 10 апреля «Свобода» приходит в Одессу, а через два дня наши войска победным маршем шагают уже по Террасполю. За считанные дни пройдено сотни километров пути. Казалось бы, еще сутки, и дух свободы станет ощутим и в Бендерах. Но на преодоление нескольких километров потребуется еще долгих 4 месяца. В ночь с 12-13 апреля наши войска начинают форсирование Днестра, севернее и южнее города Бендеры, в районе сел Парканы и Кицканы. Весь апрель шли жаркие бои за владение Варнинским и Кицканским плацдармом. Но город Бендеры тогда в апрельских боях освободить так и не удалось. Измотанным пешими переходами и изнурительными боями войскам Красной Армии так и не покорился Днестр. Все переправы и мосты были разрушены, а на пути стояла Бендерская крепость, превращенная фашистами в мощный узел сопротивления. Установленные на ее бастионах орудия крупного калибра простреливали и Парканы, и Терновку, и Террасполь. Мощная линия обороны проходила вдоль реки Днестр. Были отрыты три линии траншей, причем между ними находился противотанковый ров шириной около 5 метров. Кроме того, доты, оставшиеся еще с румынских времен. После неудавшейся одесской операции стратеги складывали другие планы – стремительные и неожиданные. Нужно было освобождать Молдавию, чтобы открыть выход к Балканам. Новая военная операция получила название Яско-Кишиневской. В истории Великой Отечественной она вошла как одна из самых успешных и самых быстротечных. Длилась она всего 9 дней. В операции участвовали три армии. 57-я справа, 37-я в центре и слева 46-я армия. И вот как раз 57-я армия под командованием генерала Гагина сыграла основную роль в освобождении нашего города Бендеры. Огонь! Огонь! Ранним утром 20 августа советские войска начали наступление в районе Кицканского плацдарма и западнее Яс. Атака пехоты и танков при поддержке авиации и артиллерии позволила уже к вечеру первого дня операции уничтожить две полосы немецкой обороны. 22 августа кровопролитная борьба развернулась за высоту 150-0 в Суворовскую гору. Много потребовалось залков Катюш, много потребовалось человеческих жертв, чтобы эта гора была 22 августа, сопротивление немцев на ней было словлено. И вот когда лейтенант Насибулин возразил красное знамя над Суворовской горой, это означало конец немецкого сопротивления в районе нашего города. Немцы были зажаты в тиски с двух сторон у района Бендерской крепости и южных окраин города. Боясь оказаться в кольце полного окружения, враг спешно стал выводить свои войска из Бендер. 23 августа в 7.30 утра в город, разрушенный почти до основания, входит сводный отряд 68-го стрелкового корпуса 57-й армии под командованием подполковника Емельяна Ермакова. Как потом напишет один из освободителей, в городе стояла такая тишина, что казалось, его покинули не только люди, но и птицы. Возвращение к мирной жизни шло семимильными шагами. Сначала было восстановлено железнодорожное сообщение. К примеру, мост через Нестор был построен всего за 19 дней. Временный, деревянный, но верно служивший по назначению. В городе стали отстраиваться дома и заводы, фабрики, школы, лечебные и спортивные учреждения. После трехлетней оккупации в Бендеры пришла долгожданная победа, завоеванная ценой трех тысяч погибших, солдат и офицеров. Жанна Настас, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.